Как отпраздновали вербное воскресенье в Иерусалиме? Стоит ли опасаться завтрашнего падения китайской космической станции? И почему Африка может расколоться надвое? Об этом мы не только в нашем обзоре. Христиане восточного обряда отпраздновали вербное воскресенье вместе с латинским патриархом Иерусалима Пьер Батистом Пиццабалой. Сотни паломников посетили церковную мессу в храме гроба Господнего в Старом Городе. Именно здесь, по мнению верующих, захоронили тело Иисуса Христа после распятия. Посетила церковь и монаршая семья Великобритании. Королева Елизавета приехала на богослужение в Часовне Святого Георгия, которая расположена в замке Виндзор. На мероприятии также принял участие принц Вильям и его жена Кейт Миддлтон. Служба проходила в той же церкви, где принц Гарри и Меган Маркл планируют обвенчаться в мае. Привет из космоса! Китайская космическая станция Тянгун-1 уже 2 апреля войдет в атмосферу Земли. Европейское космическое агентство сообщило, станция начнет разрушаться на высоте 150 километров, и ее большая часть сгорит. Некоторые элементы Тянгун-1 все же выдержат нагрузку и долетят до земли, однако вероятность того, что обломки упадут на территорию какой-либо страны, крайне мала. Пять человек погибли в результате схождения лавины в Швейцарии. Трагедия произошла в горах возле небольшого населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски погибших лыжников отправили спасательный вертолет. Всем туристам рекомендуют быть аккуратными из-за высокого риска повторного схождения лавины. В Кембриджской церкви Святой Марии прошла церемония прощания со Стивеном Хокингом. На площади собрались более ста человек, чтобы провести последний путь всемирно известного физика, который умер 14 марта. Люди, пришедшие проститься с великим ученым, проводили его долгими аплодисментами, а колокол пробил 76 ударов по разу на каждый год жизни Хокинга. Трещит по швам. В Африке появились массивные трещины. Многокилометровый разлом, сопровождавшийся сейсмической активностью, образовался на территории Кении, разрушив часть шоссе Найроби-Нарак. Ученые не исключают, что такие трещины могут расколоть континент на две части в течение десятков миллионов лет. Редкое явление можно было наблюдать после извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи. Из-за интенсивных осадков поток пепла и дыма поднялся в воздух, образовав длинные колонны оранжевого цвета. Большинство туристов не упустили возможность полюбоваться чудом природы из самолета и запечатлеть колонны на память. На обложку популярного британского журнала Vogue впервые попала девушка в хиджабе. Ею стало 20-летие Халима Аден из Кении, исповедующая ислам. Пользователи соцсетей выразили восторг по поводу майской обложки издания. И за день публикация набрала почти 30 тысяч лайков.